Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital. Сегодня про то, каким образом увеличивать доходы. Мы в предыдущем ролике говорили о том, что есть четыре источника наполнения нашего капитала, наших денег, то есть в нашу кастрюлю. И для того, чтобы этого было больше, то есть это работа, это, соответственно, гонорар сам на себя, когда работает человек, это инвестиции и это бизнес. Хотели в рамках одного ролика записать, каким образом увеличивать доход, но получается тема вышла очень обширная. Я думаю, вам это понравится, вы за это проголосуете, пожалуйста, проголосуйте своими лайками данного видео и комментариями к ролику. Мы по каждому из этих блоков разберем, каким образом можно увеличить свой доход. Сегодня хотелось бы поговорить над тем, каким образом можно увеличить размер дохода, размер денег, который мы получаем от такого источника дохода, как заработная плата. То есть сегодня говорит мы про заработную плату, заработная плата, мы получаем деньги за зарплату, соответственно, что мы продаем? Мы продаем время. И это является ключевым моментом, то есть когда люди говорят о том, что я хочу зарабатывать больше, в два раза больше. Ребят, поставьте комментарий в плюс, да, под данное видео. Кто хочет зарабатывать в два раза больше? Я вам поделюсь определенным лайфхаком, как можно заработать в два раза больше. То есть первое, что нужно знать, вы можете выполнять ту же самую работу за те же самые деньги, просто в два раза больше. Это первый вариант. Вообще примитивный пример возьмем. Человек подметает двор, получает за это определенную заработную плату. Соответственно, будет он мести, то есть не количество, ему платят не за каждый подветенный двор, а ему платят просто за процесс метения. Соответственно, если он на себя возьмет еще одну ставку, то есть по времени он будет в два раза больше подметать, его доход увеличивается. Он будет делать те же самые вещи в двойном размере и, соответственно, произойдет увеличение дохода. Это вот, ребят, про тех людей, которые говорят, Максим, о чем ты говоришь, я работаю там на кассе, вы там в Москве ни хрена не соображаете, попробуйте. У нас никто в два раза больше платить не будет за то, что я делаю. Я физически не смогу, да, я 8 часов работаю. Если я 8 часов работаю, ты говоришь, увеличи x2, я буду работать 16 часов. Ребят, если вы будете 16 часов работать на той же самой работе, вам будут платить в два раза больше. Просто могут уволить другого человека и взять вас. И чудес никаких не будет. Это вот первая история, самая простая, которая лежит на поверхности раз, и люди в нее упираются. Они говорят, я не могу работать 16 часов, а семья, дети, а личное, там чем-то заниматься, я не могу этого делать. Поэтому они упираются только в это, увеличить количество времени, которое я отдаю работе. Это первый вариант. Второй вариант. Мы умножаем стоимость нашего времени. То есть когда мы делаем не то же самое, а мы умножаем. То есть у нас получается x2 переносится сюда. Мы становимся более эффективными. Мы становимся более производительными. Возвращаясь к Марксу, к товарообороту, к росту производительности труда. Да, вот в этом видео мы как раз таки об этом говорили, если помните. Мы можем стать более производительными. И условно принимая в качестве примера метафоричного, что человек метет двор, он овладевает техникой, которая автоматически подметает тротуары. Садится на маленький тракторок. Да, это освоит новые знания, навыки, получить права, повысить квалификацию. Но у него значительно вырастает производительность труда. И в этом случае ему будут платить в два раза больше за то же самое количество времени. И доход увеличивается в два раза. То есть мы опять получаем x2. То есть в первом случае у нас делаем то же, но в два раза больше. Второе, делаем в два раза эффективнее то же самое. И еще одна самая неочевидная история, с которой я столкнулся, объясняя человеку. Это был мой близкий человек, это была моя двоюродная сестра. Когда она говорила, ну то есть есть у меня такая история, я говорю, занимайся благотворительностью и твой доход будет удваиваться. Самая простая история. Доход, в принципе, количество денег, которое приходит в жизнь. Сейчас не об этом, хотя я тоже знаю, запрос есть. Может, мы отдельный ролик по этому поводу запишем. Итак, что еще может быть во всей этой истории? Конфликт у нас на чем начался? Максим, доход нифига не растет. Ну то есть я вот делаю-делаю то, что ты говоришь, а у меня заработная плата не увеличивается. То есть я как получал от 300, так и получаю от 300. Мне этого мало. Я говорю, окей. Но суть-то в том, что ты стал работать в два раза меньше. То есть когда размер заработной платы человек получал 300 тысяч рублей за 8 рабочих часов в день, получилось так, что в том числе, кстати, благодаря обучению на семинаре ВПСМ, процесс модели коммуникации, прошло обучение, поговорила со своим директором, поговорила с руководителем, поняла, оказывается, что с ним все нормально, что с ним все в порядке, и они прям вообще задружили. И что получилось? Получилось, она говорит, понимаешь, Наташа, я тебе зарплату поднять не могу. Ну, потолок просто по текущей позиции. Но что я могу сделать? Я тебе могу оставить 300, но ты можешь приходить на 2 часа раньше и уходить на 2 часа позже. 4 рабочих часа в день. Здесь получается при прочих равных условиях, да, то есть что произошло? Заработная плата осталась та же, размер заработной платы, но количество времени, мы же говорим, что заработная плата, это мы получаем взамен нашего рабочего времени, и нам нужно увеличить стоимость одного рабочего часа. Человек получает ту же самую заработную плату, работает в 2 раза меньше времени, отдает, а доход тот же самый. И она говорит, ну в номинале-то у меня не увеличилось. Я говорю, так подожди, у тебя получилось 4 рабочих часа, которые ты можешь направить на другие вещи. То есть эти 4 рабочих часа ты можешь пойти вот по этой схеме. Можешь? Можешь, да. Ты можешь эти 4 рабочих часа потратить на то, чтобы увеличить производительность труда и взять дополнительную работу, и никто тебя делать не будет. Ты можешь на удаленке это делать, да. Ты можешь вернуться к тому, что результат какой-то давать. Ты можешь инвестициями заниматься, осваивать. Ты можешь какой-то маленький бизнес, который тебе нравится этим заниматься. У тебя время высвобождается. Соответственно, говорить о том, что у тебя не произошло увеличение дохода, неправильно. Другой вопрос, что ты ведь в этих высвободившихся 4 часа, ты с ними ничего не делаешь. Но зарплата у тебя выросла. Посмотри на этот вопрос с таким подходом. Также я неоднократно давал это упражнение. И давайте сделаем сейчас в новом формате это вместе с вами. Предположим, кто хочет заработать миллион. Если этот миллион исключительно в рамках такого источника дохода, как работа, заработная плата. Нам тогда нужно делать декомпозицию. То есть сколько должно стоить наше рабочее время, чтобы мой доход был миллион рублей. Заработная плата, миллион рублей в месяц. Тогда получается, что миллион рублей в месяц умножаем на 12. Это получается 12 миллионов рублей зарплаты. Еще раз, ребята, комментарии ждут. Да, кто хочет заработать. То есть пишем. 12 миллионов рублей тогда мы должны заработать. Исходя из этого, начинаем делать декомпозицию. То есть первое, что мы должны сделать, мы должны разделить на 11. Вопрос, почему на 11? Потому что минимум один месяц нужно отдыхать. Минимум один месяц нужно отдыхать. В этот период мы не работаем. Тогда мы получаем... Давайте вместе это будем делать. Сейчас, чтобы в голове не считать. Получается, 12 миллионов мы делим на 11 месяцев. Потому что один месяц мы отдыхаем. Получаем, что тогда мы должны зарабатывать 1 миллион 90 тысяч рублей в месяц. Делим на 11. 1 миллион рублей в месяц делим на количество рабочих дней. 22 рабочих дня. Получаем 49 тысяч 586 рублей. Это должен быть доход в один день, рабочий день. Делим на 8 рабочих часов. 6,2 тысячи рублей стоимость одного часа. Делим на 60 минут. Получаем 103 рубля 1 рабочая минута. По-хорошему мы не работаем продуктивно, результативно, эффективно все 8 часов. В идеале, если брать книгу «Жесткий тайм-менеджмент» Дэна Кеннеди, он говорит, вот эту полученную цифру еще умножьте на 3. И тогда у нас получается 310 рублей. Должно стоять минуту вашего рабочего времени. Если вы хотите иметь доход, 12 миллионов рублей. Очень эффективный, во-первых, становится тайм-менеджмент. И в этом случае вы должны понять, что меня сейчас особенно очень сильно штырит. То есть, условно, мне нужно отвезти детей в школу и забрать детей из школы. У нас получается, что у меня на это уходит час в день. Час в день. Если я ставлю себе цель заработать 12 миллионов в год, то в этом случае получается, что 18 595 рублей каждый день, пока я вожу детей, умножить на 22. Получается, то есть, если моя эффективная минута рабочего времени находится в диапазоне 310 рублей, а я вожу детей в школу и трачу на это час в день моего рабочего дня, то получается, в этом случае мне вот это удовольствие обходится в 409 тысяч рублей в месяц. Опять же, при вот этих вот параметрах доходности. И тогда у меня возникает вопрос. Использовать такси нужно нанять водителя? То есть, каким образом я распоряжаюсь своим рабочим временем? Если у меня 310 рублей стоит минуту моего эффективного рабочего времени, я, извините уж меня за такие подробности, пошел в туалет и провел там 10 минут времени. Получается, посидели на... Добавили юмора. Ребята, чтобы улыбнулось, да, то есть, здесь вопрос не хейта, да, то есть, добавили юмора. Ну, каково вам будет сидеться тогда, да? Все же проголосовали, все же хотят миллион рублей в месяц. А как вы относитесь к своему рабочему времени? За сколько вы его продаете? К чему мы приходим, да? То есть, первое, вы должны посчитать, сколько сейчас стоит минуту вашего времени. Второе, вы должны, соответственно, посчитать желаемый, да? То есть, вот я привел пример на... Ну, на примере одного миллиона рублей. Отлично, если у кого-то это соотнеслось. Как вы тогда подходите к своей работе? Что вы выполняете на своей работе? И возникает вопрос, когда вы находитесь на своей работе, и вам определенную сумму платят, да? Кто выше вас, допустим, на 3-5 позиций? Если вы работаете на складе грузчиком, да, то кто выше на 5 позиций по лестнице иерархии? Если вы работаете на кассе, кто выше на 5 позиций? Если вы айтишник, да, рядовой, который программный код пишет, то, соответственно, задумайтесь, кто выше на 5 уровне. И на этом 5 уровне вы должны понимать, какие ключевые ценности и компетенции, которыми обладают люди, занимающие более высокую руководящую позицию, в идеале, когда вы посмотрите на 10+. Но чтобы не быть большим разрывом... То есть, вы должны понимать, что в каждой работе, когда вы продаете свое время, то в течение этого времени нужно выполнять какой-то функциональной обязанности. Вы создаете потребительскую ценность. Вы продаете потребительскую ценность. То есть, у вас капиталист, который платит вам заработную плату, он у вас покупает время для того, чтобы вы в это время что-то делали. За что он платит, да? И кому он платит в 10 раз больше, чем он платит вам? То есть, что там находится? Исходя из этого, вы разрабатываете для себя программу повышения квалификации. Не с менеджером общаетесь, да, не с кем-то, да? Вы смотрите, кто на 5 позиций выше. На 5 позиций выше, скорее всего, зарплата будет отличаться в 3-5 раз. И тогда вы начинаете развивать в себе эти компетенции. Вы начинаете помогать этим людям. Вы начинаете что-то отдавать, условно, бесплатно, поддержку, помощь какую-то, да? Параллельно развиваясь, развиваясь скиллы и навыки, да? То есть, задача является ключевая. Во-первых, повысить стоимость своего времени за счет роста производительности труда. Второе, возможно договориться о том, что вы будете меньше работать за те же самые деньги. Потому что в освободившееся время вы можете или перепродавать куда-то, или, соответственно, вы можете направлять его на обучение, на собственное развитие, компетенции, которые необходимы для получения более высокого дохода. Это то, что хотелось рассказать. Кому-то опять, наверное, будет мало. Ребят, если мало, добавляйте комментарии. Нужно ли еще говорить про то, как увеличивать доход в работе по найму? Как увеличить размер заработной платы? У вас, может быть, какие-то мысли есть? Соберем более 300 комментариев. Обязательно запишем видео, там много что можно сказать по этому направлению. Но следующее, я предполагаю, это поговорить о размере гонорара. За что же там мы получаем больше и что нужно сделать, чтобы получать более высокий гонорар. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok